Друзья, большое вам спасибо, что вы пришли. Вообще, мне бы на вашем месте такой формат точно понравился, потому что можно сидеть и вязать, и, в общем, еще и развлекают. По-моему, прекрасно. Поэтому будьте на вашем месте, я бы сейчас сидела и вязала, как вы делаете все ваши проекты, которыми вы сейчас занимаетесь. Я вам сегодня хотела рассказать про цвет. Точнее, не рассказать, а поговорить с вами про цвет. Про какие-то свои мысли, которые меня все время посещают во время моих разных вязальных проектов. По мне, так, цвет – это самая больная тема, по крайней мере, для меня точно, потому что это все время борьба. Борьба с собой, со своими желаниями, с тем, как хочется и как получается на самом деле. У меня решение по этому поводу так и не выработалось, я поэтому хотела сегодня скорее поставить вопросы, чем их решить. Итак, значит, эпилогом к этой нашей встрече, к разговору про пряжу и про цвет мог бы быть мой разговор с прекрасным Муратом из Карачао-Черкесии, у которого я заказывала пряжу кавказскую, вот такую. Вот, потому что я рассказывала вам уже, может быть, вы знаете, значит, я заказала у него много пряжи, долго выбирала цвета, на сайте на его сделать это было сложно, потому что цвет там был непонятен, иногда было название у цвета, понять по картинке, что это было сложно, но как-то я выбрала, палитра большая, 50 оттенков, я выбрала какие-то по своим вкусам, какой-то набор цветов аж 12. Значит, дальше я с ним созванивалась, что тоже было удивительно, потому что в наше современное время, как ты не ожидаешь, что тебе продавец будет звонить. Вот, и он мне сказал, ну, причем в завершении разговора, он мне сказал, что, ну, я посмотрю, что там будет на складе, если не будет какого-то цвета, я вам доложу другой. Я говорю, уже готова попрощаться, ну, то есть, само собой. Я говорю, подождите, как это другой? Ну, я же заказывала тебе как-то надо. Ну, понятно, ну, что там вы, понятно же, что что-то может закончиться, я положу другой. Нет, говорю, подождите, если я выбрала именно этот горчичный, я хочу именно этот. Какая вам разница, он мне говорит. А что вы будете вязать? Я говорю, ну, вот плед. И тут тем более я вам положу, что-нибудь веселенькое вы тут берете там. Какая вам разница? Вам, наоборот, будет интересно. Вы там какую-нибудь полоску навяжете, и прекрасно. Интересно было бы, что бы он сказал, если бы я ответила, свитер, например, буду вязать. Он бы тоже, наверное, сказал, ну, веселенькое будет какая-нибудь рукафчик какой-нибудь. Вам понравится. Он сказал, ну, естественно, я выберу то, что вам понравится. Вот. Я... Здравствуйте, проходите. Я, в общем, не боец совсем, поэтому я, так сказать, смиренно, смолчала, в общем, понадеявшись на судьбу, что он мне там положит. Слава Богу, все цвета были. То есть, все, что я хотела, он мне все положил. Вот. Но вот это вот ощущение, что да какая вам разница, любой цвет вы как-то строите, оно на самом деле всегда же с нами присутствует, и не со стороны продавцов, как правило. Мурат отдельное у нас исключение. А со стороны нас самих. То есть, часто мы сами думаем, ну, ничего, какой красивый цвет. Мы как-нибудь его устроим. Он же нам так нравится. Такой прекрасный цвет. Тут еще интересно, что когда мы, например, говорим про одежду, неважно, мы вяжем или ее покупаем, мы как-то начинаем думать о том, с чем мы будем ее носить. То есть, конечно, бывает, что мы приходим в магазин, смотрим, ой, какая прекрасная фуксия, какой свитер там, например, или юбка, как я люблю этот цвет и как я возьму. И иногда это желание, оно перевешивает все остальное, и мы уже потом дома понимаем, что не с чем носить эту фуксию юбку. Но чаще всего все-таки мы думаем, ну, вот, с чем бы ее сочетать, ну, как-то. То есть, одежда, она все-таки нас заставляет как-то задуматься. Когда же мы вяжем что-то интерьерное для дома, тут вот все эти мысли уходят на задний план, потому что интерьерное вязание у нас в голове предполагает, как будто бы вязание из пряжи, которая не подошла для одежды. Ведь часто у нас, как бывает, остатки каких-то пряжи от одежды или там действительно купили и она, и потом поняли, что не подходит она нам. И мы это оставляем в мешке, чтобы потом пустить, вот это слово пустить, на что-то такое вот, как бы на то, что не на показ. То есть, мы свяжем какой-то плед, который будет у нас лежать, выполнять свою функцию, но его никто не увидит, поэтому не важно, из какой пряжи он будет, из каких цвета там будет. Ну, ничего страшного. Ну, или даже мы подарим, ну, когда мы будем дарить этот плед, мы скажем, смотри, какой он веселенький, потому что вот такие вот там интересные цвета, потому что они остались там от чего-то другого. Здравствуйте, проходите. Можно пробраться туда, а можно лучше. Вот, поэтому все время все наши интерьерные проекты, это такое вот из оставшегося. Вот оно вот как-то так, ну, туда тоже понимаешь заниматься интерьером. Когда вот приходишь такой нелегой на какие-то лекции, что нет, например, под проекты выбираешь, что-то у тебя пряжу. Хотя все равно же остается, да? Вот оно ждет своего часа, когда упустишь. Вот это вот пустить в дело остатки, оно же все время живет с нами. Все время вот эта вот пряжа лежит, и мы думаем, ну, я ее пущу на что-нибудь. А как уж там будет, чего сочетаться, это уже не важно. Так вот, мне бы хотелось все-таки попробовать переломить эту тенденцию и показать вам на конкретных примерах, чего я, например, делать не хочу, да, даже имею какую-то специальную пряжу, которую хотелось бы пустить в остатки, и почему я делать этого не хочу. И как все-таки я подхожу к выбору цвета, когда это особенно сложно в магазине или на экране компьютера. Казалось бы, главное правило, о котором говорят все дизайнеры, я не дизайнер, я не художник, поэтому я слушаю других, и все профессионалы говорят, все просто, посмотрите вокруг, все подсказки у вас вокруг, у вас природа, все естественные цвета природные, вот, просто откройте глаза и посмотрите, и подберите эти цвета, все цветовые сочетания у вас в подсказке есть. Вот я сегодня, когда шла к вам сюда, я порадовала всех вокруг идущих людей, потому что начала ползать по земле, и смотреть, что природа мне подсказывает сейчас. Вот природа мне подсказывает. Очень красиво все, прям взвораживающе. Сейчас если пойти в лес, прям, очень хорошо. Значит, природа мне говорит, смотри, вот там желтоватый какой-то цвет, вот какой-то такой зеленый, дровяной, тоже с желтоватым. Еще природа мне вот такие оттенки подсунула. Это какой-то бордовый, это я даже не знаю какой, ну какой-то красный, какой-то опять желтый, красный с коричневым таким грязноватым. То есть вот подсказки, которые мне дает природа. Очень красиво. Что я делаю после этого? Я иду с этими подсказками природными в магазин пряжи. И думаю, хорошо, сейчас я себе что-нибудь осеннее свяжу, и соответствующие оттенки подберу. Что мне предлагается? Передо мной, ну, я знаю, семеновская пряжа, например, много-много там мотков разных, я даже про состав не говорю сейчас, а просто вот по цветам. Я стою около полки и начинаю как бы подбирать эти оттенки согласно природным моим подсказкам. Ну вот, например, желтый. Ну, это же желтый какой-то там. Что я вижу в магазине пряжи? Желтый. Это же желтый. Вот такой вот желтый. Похоже на этот желтый? Ну, не очень. Какой я еще вижу желтый в магазине пряжи? Вот такой вот. Ну, желтый. Кто скажет, что это не желтый, пусть первым бросит меня камень. Имеет он какое-то отношение к природным оттенкам? Ну, я не унываю. Я думаю, ну, ничего страшного. Ничего страшного, я к этому желтому сейчас подберу что-нибудь вот такое красноватое-зеленоватое, и у меня все заиграет осенними натуральными красками. Я, например, к этому желтому ищу какой-нибудь коричневый. Ищу, 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 и не нахожу коричневый. Ну, например, вот этот вот. Я считаю, например, что он коричневый. А еще я хочу какой-нибудь бордовый. Мне же нравится, как эти листики вместе смотрятся. И бордовый, и желтый, и коричневый. Ну, допустим, ну что, ну какой красный у меня есть? Вот такой у меня красный? Это розовый. Это розовый. Хорошо. Какой у меня еще есть красный? Ну, вот такой, наверное, красный. Это же красный. Вот бордовый. Бордовый. Я потому что хочу, да, все-таки, вот это если мне повезет еще, на самом деле, если будет темно-бордовый. Ну, вот такое сочетание у меня получается, да, как бы осеннее. Или если повезет, вот такое у меня будет сочетание. Ну, такое у меня уже получше. Вот с таким набором я и уйду из магазина. Причем мысли у меня будут две. Во-первых, пестренька. И я начну себя уговаривать. А что пестренька? Веселенькая, цветотерапия, за окном темно. Вот я буду получать удовольствие при вязании. Скажу я себе. Надо на асфальт положить, как листики лежат. И убедиться, что никакого отношения к тому, что мне подсказала природа, это не имеет. Похоже, вот этот бордовый листик вот с этим вот сочетается. Ну, вроде ничего, а вроде и не плохо. А потом, если мне повезет, опять же, то я, может быть, найду вместо такого яркого, цеплячьего желтого и вместо такого странного лимонного желтого я, может быть, найду горчичный. И станет уже как-то немножко... Вот это уже ближе к теме. А может, если мне очень повезет, я найду какой-нибудь видовый горчичный с краплениями, там, не знаю, травяными. И получится уже еще спокойнее. И смешнее. Вот. Это хорошая очень тема. То есть уже там было пестренько, веселенько. Я получу удовольствие, всем будет хорошо. А здесь уже, чем дальше, тем спокойнее цвета, тем... Как-то это уже скучно. Ну и что? И что это получится? И как-то... И уже не контрастно вроде. И зачем? Может, вообще, так до сербы дойти? А если, например, вместо этого бордового я увижу кирпичник, и будет у меня сочетание с кирпичным, то ли оно может быть удовольным. Вот это интересно. Может, это и не так пестро, но не менее интересно. В смысле, может, не так весело, но зато поприятнее. Повторю, что это очень сильно мне повезет, если я в рамках одного цвета в магазине буду находить какие-то оттенки. Потому что, как правило, в магазине мы видим очень четкие границы цветов. То есть, если мы желтый хотим, мы видим натурально прям желтый. Если мы хотим какие-то оттенки красного, какой у нас выбор есть? Фиолетовый, сиреневый, я даже не знаю, фуксия. Неоксия. Фуксия, да. И начинается. Дну их природные эти оттенки. На улице я посмотрю, я домой хочу принести прекрасную, яркую пряжу, чтобы получать от нее удовольствие. В итоге, мы возьмем, не знаю, эту фуксию, потому что она нам очень понравилась. К ней возьмем еще какой-то цвет, который нам очень понравился. Будем получать большое удовольствие от вязания. Что делать потом с этой вещью, не очень понятно. С одной стороны, мы будем каждый раз на нее смотреть и думать, какая веселенькая. это я, а с другой стороны, дети ее заберут к себе в детскую, и этим все закончится. Вот. Если мы считаем, что вязание приносит удовольствие, а что там дальше делать с вещью, нам, в общем, все равно, то и ладно. Действительно. Когда это называется цветотерапией, мы приходим, тратим деньги на пряжу, радуемся, и потом всем объясняем, это я так вижу, это у меня такой взгляд, это у меня был декрет, или еще что. Ну и все. Ну и так тоже нормально. Но если нам хочется все-таки, чтобы эта вещь действительно, чтобы от нее не болела голова потом, чтобы приятно было на нее смотреть, чтобы приятно было дарить, чтобы наши друзья и родственники хотели иметь от нас какую-то вещь, не потому, чтобы порадовать нас и самим потом не знать, что сделать с этой несчастной подушкой, а потому, что действительно им нравится, им кайфово, как она выглядит у них дома, или этот плес, то есть простые очень правила, которым следую я, которые я могу предложить вам, чтобы и себе было хорошо, и вещь долго служила, и радовала, и все остальные тоже восхищаются. Повторю, я не дизайнер, не художник, я боюсь сама попасть в просак. То есть я боюсь потом, во-первых, потратить много времени на эту вещь, и потом ею не так радоваться, как могла бы, просто потому, что я не в курсе каких-то базовых штук. Вы мне скажете, ну как же, как же, есть же понтон, есть же вот этот вот круг бикона, а у всех дизайнеров есть вот эти вот раскладки. Понтонный веер, благодарю вас. Да. Вы приходите к дизайнеру, типа, в какой-то михическую историю, приходите к дизайнеру и говорите, я хочу покрасить стену в модный цвет. Он перед вами раз, этот веер с цветами, и вы говорите, вот так хочу, или вот так, и там еще такие названия интересные у этих цветов. Но мы сталкиваемся все равно с одной и той же проблемой. Я могу с этим веером прийти потом в магазин пряжи, или еще хуже, как с Муратом, смотреть на его сайте, и ничего я там не подберу, к сожалению. Ну, не найду я эту задымленную фиалку. Ну, я приду в Семеновскую пряжу, говорю, а где у вас задымленная фиалка? Они скажут, задымленная фиалка? Все точно в магазине идите. Да, пожалуйста, вот. Пусть это будет задымленная для вас фиалка. Но это как у Светлакова была вот эта шутка, когда он читал какой-то рецепт, где было написано, возьмите там такое сыр французский, такое специальное масло, артишок и все такое. Он каждый ингредиент чем-то заменял, в итоге приготовил непонятно что, и говорил, Люсь, мы с тобой, оказывается, всю жизнь-то вот это блюдо едим. Ну, вот так и здесь. То есть задымленная фиалка у нас превратится в такую, и в итоге на выходе никаких цветовых модных нормальных сочетаний у нас не будет. Поэтому, что делаю я? Из палитры существующих цветов я выбираю, во-первых, неяркие. Но что значит неяркие? Это не значит, что я в постоянной депрессии нахожусь, и никаких действительно неоновых цветов не приемлю. Но я забочусь о себе, я забочусь о своем самочувствии. Поэтому, выбирая, например, так, оранжевый, да? Это такой же? Другой же. Другой же. Выбирая, например, из этих цветов, нет, другого никакого, да? А вот дело в том, что у той же пехорки есть две фабрики сейчас, да, в наличии, сама по себе пехорская фабрика, они попередят в Троицке. И теперь у них, вот, вот, дальняя, коленула, она есть в двух оттенках. Так. Та, которая пехорская, она спокойная. Та, которая сделана в Троицке, она более яркая. И вот даже вот эти нюансы, и далека, может быть, она покажет вам одинаковый, спокойный оранжевый, да, такой вот, коленевый, бархатцый, не знаю, чек. А в Блюзи, Троицкая, ближе к этой. Не такая, но вот, ну, другая. И так же со всем. Там у них есть определение, вот, на этикеточке, буковка Т стоит впереди. Решение. Понятно. В общем, увидев такую пряжу на сайте, я бы не взяла ни одну, ни другую, потому что на сайте вообще нет, берешь. Есть там какая-то разница? Нет. На сайте она, более того, будет, скорее всего, называться оранжевая и оранжевая. Будут одинаковые, вот, так не поймёшь. Абсолютно. В магазине я бы заметила, да, что вот это чуть потемнее, вот этот цвет. Ну, всё равно он не в рыжину. Ну, всё равно он оранжевый. Вот такой цвет я бы вообще ни для чего не взяла. Как бы не было мне весело, как бы мне не хотелось попробовать его там с чёрным, на чёрном фоне, или с коричневым, это всё-таки больше уже осень, так приятно было бы коричневый с оранжевым. Всё равно нет, потому что он будет на себя очень много тягивать внимания, потому что он будет создавать эти яркие искры, потому что такие неестественные для меня подчёркиваю, такие неестественные яркие цвета сразу вырисовываются дети детям вы знаете как это все сразу будет детскую комнату для меня это не серьезный не взрослый интерьер сожалению очень жаль если вдруг я вижу более в рыжий цвет все-таки более в такой вот не знаю здесь конечно не рыжий но ближе да вот уже в ту сторону потемнее тогда уже да то есть вот это например тоже не самый прекрасный но терракот муратами так не смог терракот найти вот он и в контрасте будет хорошо смотреться и внимание на себя не будет перетягивать и даст этот оттенок который мне нужен без ярких сполохов без ярких вот этих вот огненных вспышек вообще с красным самая большая трагедия к сожалению потому что нормально нормальный красный цвет найти очень сложно что мне нужно от красного мне нужно от красного чтобы он хорошо сочетался с черным чтобы он хорошо сочетался с молочными всякими оттенками чтобы он прошел считался серым но опять же не был таким бьющим вот пример это красный и белый прям без затей все что я смотрю в пинтересте например да вот красное и белое новогодние какие-то сочетания вот снежинки всякое такое сразу какое-то настроение такое приятное крисмас все такое но вот этот образец я связала ровно для того чтобы показать вам насколько сильный контраст может убить все на может это нравится рисунок хорошо ложится но ведь в вещи есть очень важные составляющие помимо цвета есть еще вот рисунок наш узор и кажется что если мы неправильно подбираем цвета мы как будто крадем у этой вещи одну из ее составляющих то есть хорошо бы все-таки гармонично и узор выбрать и цвета а так мы немножко если цвета не тема немножко как будто забрали в этого рисунка то есть вот сама в данном случае техника мозаичного вязания она совершенно приемлем такой контраст и даже лучше от этого никаких сомнений нету что рисунок хорошо виден у себя но такой кричащий белый хотя бы производитель молочный и такой искусственный красный красоты не дают к сожалению почему он искусственный красный я такого красного в жизни чего-то не очень наблюдаю вокруг себя такой вот жалко вишню я вам показала вот этот красный он вроде не такой яркий но он уходит в какой-то тоже непонятный бордовый цвет не морс не вишня до еще раз я нисколько не умоляю понятно что это вкусовщина понятно что цвет сам себе может нравиться но он неестественный то есть он далек от каких-то нормальных даже не природных а просто цветов который вокруг нас поэтому вещь которую мы из него делаем учиться тоже какой-то не очень естественно в этом для меня проблема всегда то есть я бы здесь лучше использовал терракот конечно и контракт сохранился но при этом и ощущение от весы не было бы такой кричащий спасибо большое спасибо большое когда я говорю что с красным проблема ведь у производителей с красным нет проблем ну вот красных оттенков той же семеновской прямо почему-то выбрать только мне нечего конкретно хотя вот этого вот это вот нет нюансы потемнее вот еще нам в коллекцию здравствуйте проходите это самый ярче это рыжина а это морковный если бы если бы в этом морковном если бы он был с легкими вкраплениями вот как этот горчичный вот если бы у него были такие немножко серые немножко в темных таких крапинах он бы смотрелся гораздо лучше было бы гораздо интереснее подчеркиваю для меня вот это обилие красителей все понятно видимо там сумасшедшие люди а давай вот это еще вот это жура ну вот а давай посмотрим что получит я не могу вот я поняла если я не могу подобрать аналог этому цвету моей естественной среде обитания то уже понятно что это какие-то странные придумки вот это мы уже смотрели да фуксия модно понятно на подиуме везде пинтересте везде фуксия химический цвет такой все это игрушек хорошо я тоже делаю детям ярко прекрасно настроение поиграть все такое детям а как вот это вот вы связали эту подушку подобрали к ней контрастный цвет или однотонный и подарили на новый код если у человека там не есть дети если у человека не сырья не успела с удовольствием или оно все черное и нужно просто одну да то есть это у человека должно быть вообще все черное все или там все серые стеллажи такие железные да нет никакой кроме мебели нет на ней ничего с глазу было хоть за что-нибудь ты приходишь на новый год говоришь с такой неоновой подушкой смотри вот как раз тебе на этот твой серый диван твоим черным то есть это в офис в общем куда-нибудь или еще куда место до сиденья сюда чтобы не искали в общем если есть такие друзья это конечно хорошо у меня такие или нет вот я никому не хожу с этими странными подушками потому что я понимаю что человек не обязан в общем ее хотеть а если друзья у вас корректные хотят вас похвалить и говорят да 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 вы потом придите к ним через неделю он еще может с ней пожить а вот через месяц где она окажется у кого в какой-то детской неизвестно поэтому не будем эгоистами все таки мы это может удовольствие хотим получить а люди не обязаны за нас страдать потом вот поэтому повторюсь что я каждом свете выбираю оттенки которые может быть чуть скучновато но не кричащие главное и максимально приближенные к тому что я вокруг себя вижу зеленый цвет например возьмем зеленый цвет ну тут опять же у производителей широко вообще мне иногда кажется что они нацелены на производство игрушек и хотят чтобы у человека хотели вот важные полосочки какие-то глазки на уши ну еще потому что серое однообразное хочется добавить красок но вот это куда не ну это красивый цвет красивый а куда да ну смотря какой интерьер у меня например в одной комнате прям диван с таким вот чехлом если вот к этому что-то так добавить пока не могу сказать что не готовилась вот то мне кажется да вот и темного и светлого вот обыграть что то есть мы это вот лично на мой диван да мы становимся в ситуации когда красивый цвет а что мы с ним придем вот вот шарфелька этот цвет плюс серый 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 антрацитовый с коричневым подковым вот такой есть цвет который морская вода на темнее вот он же совсем другой вот что то такое да а здесь вот искусственная яркость для глаз для зайчиков надо иметь ввиду что конкретно эта серия детская отличаются немножко но конечно опять же от производителя да если мы берем производителя я не хотела показать что покажу это случайно получилось это носки кому-то придется это носить я вязал двоюродному брату взрослому но чувствую что отдам племяннику который подросток и ему чем вот такие друзья привезли носки из англии вот такого плана даже в клеточку шатворить носочную пряжу это прям разговор отдельный я хотела сейчас к ней перейти сейчас мы пока посмотрим на цвета что мы здесь видим там не видно но не важно оранжевый но он ну с легким таким покреплением оранжевый зеленый ну вот не это вот не зеленый а зеленый полос корея синий тут двух оттенков по крайней мере я вижу глаза на таком голубоватом и в темно-синим да немножко серого так кажется что в этом сочетании полоска такое себе то есть для меня нас личиком было ярко я вижу в приближении что это вот не ярко оранжевый ары и поэтому в сочетании с этим еловым и этим синим и сдержанным серым получается вполне себе они не выглядят как такие санта-клаусные но с другой стороны это носки то есть носки и вся вот эта вот модная носочная пряжа сейчас я покажу вам тоже она как бы про то что смотрите мы дизайнеры мы продумали вот эти цветные пятна так чтобы вам было и весело и при этом сдерживать что не не выглядел этот совсем пестром то есть они яркие да но у меня лично вот голова здесь совсем такой еле-еле бордовый да с короплениями еле-еле голубой еле-еле серый но от них точно ничего не будет падить но это прекрасно да 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 но но и те в общем по мнению не критичные тут конечно мы выбираем это для носков прямо скажем очень вот на барна сочные сейчас я еще вернусь так вот про зеленый да вот благодарю вас значит вот вот это тоже зеленый это тоже зеленого и будущее как придем ну вот допустим да у нас наборы зеленого зеленом попроще почему-то и можно еще подобрать опять же вот у нас выделила вот эти зеленые в отдельную команду опять же даже проблема для меня ничего натурального я в этих цветах не вижу мы прямо скажем ничего вот это даже для меня совсем травяной и даже не проблеск речь немножко гороховые немножко чуть 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 не до горох чуть чуть я чувствую себя предметом экспериментов каких-то кому-то было очень весело получать новые цвета мне что с этим делать непонятно поэтому я выбираю опять же вот такие максимально приближены к естественным цветам да они могут быть не такими насыщенными но по-своему они прекрасны абсолютно ну во-первых хороший можно сказать что травяной цвет сена не знаю ну то есть я могу легко найти ему аналог окружающей среде и он мне подходит он не яркий но при этом он даст свою контрастность и будет прекрасно и глазу комфортно вот этим вот это я тоже называю травяным да хотя в нем больше горчицы у него другая естественность у него за из этих вот таких вкраплений у него цвет получается прям мустарный такой то есть как вот в тюбике горчица более естественный этот совсем другой но тоже неплох да ну вот он он сразу как-то выходит в ранг взрослых нормальных не прикидывающихся там каким-то цвет депрессии тоже в зеленой гамме но это уже я бы сказала что может быть это темный еловый например а этот какой-то бутылочный ну да они темные да они не кричащие но они как-то в благородство немножко дают хотя бы хотя это бюджетная пряжа в смысле никто производитель нам не обещал каких-то изысков но по крайней мере можно с ними можно к ним добавить более светлые более какой-то веселые компаньона вы прекрасно хорошие хорошие примеры но и этого ты хорку тоже это все доступно и можно найти для этого ни в каких странных местах искать значит еще для примера хотела вам показать красный синий а потом тогда посмотрите синим проблемки с одной стороны но не такие как желтым почему-то производитель любит очень голубые оттенки тоже видимо потому что мальчики маленькие голубые это я не знаю так синих бывает много разных и вот такой прямо скажем светло-синие меня пугают обычно потому что они вот у них преобладает такой вот такие веселенькие все всегда да вот это немножко с высокой белой примесью какой-то это карачаевская пряжа это карачаевская пряжа не зря не могла догадаться что они пришлют вот-вот вот-вот с голубыми в чем проблема в том что они опять же яркие и опять же я не знаю голубого небо такого не бывает вот такого по мне она какой-то более насыщенного цвета не забудочки не забудочки не забудочки то есть такой вот голубой не знаю с белым каким-нибудь соединил и получит такая незабудочная подушка такая очень небесная-небесная это же необъяснимо почему вязание мы по-прежнему только с детьми ассоциируем но понятно нам хочется поярче и по всему но это же не обязательно должно быть именно в этом направлении продумываться то есть когда мы стоим около полки с пряжей ну допустим мы хотим чтобы для детей но еще и не для детей соответственно можно что-то там такое яркое можно еще не яркое вот в общем ни одного голубого нормального я не видела и вот в кавказской пряжи тоже обхохочется потому что это был снежно-голубой написано кто скажет снежно-голубой а там нитка какая-то белая я вот посмотрела я думаю как это вот вот я вам за мурат и отвечаю а что белый снег и голубое небо снежно-голубой снежно-голубой я бы не сказала что он это конверт для ребенка рожденного только что был ну пожалуйста у меня процесс-то пошел опять же со снежно-голубой главное чтобы вам нравилось моя задача сделать так чтобы возможно найти какие-то варианты чтобы вам нравилось и в процессе и в конце вот чтобы не только вот если чуть-чуть пойти в более темную палитру синего цвета там же открывается манна небесная на самом деле там же все красиво красиво даже вот такой вот я не знаю можно сказать что темно-голубой наверно почему приводит он от серого до сих пор он уже с переходом в серый переходом в какой-то вот ну у него появляется чуть благородного такого вот оттенка уже другое совсем дело собственно вот у кратчайска из которой я вижу снежинку у них называется это стать она тоже таким легким переливом голубой чуть-чуть такое вот я сначала даже подумал что это джинс они мне говорят нет 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 джинс у нас совсем другой вот то есть это интересное сочетание мог могло бы быть но если взять даже потемнее вот это петроль вот это петроль петроль модный цвет хороший цвет здесь уже чуть-чуть фиолетовый цвет я не знаю как у них называются но я бы считала что это петроль машина изумрубные такие петроль тоже значит бывает раз да 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 вот это я прям взяла то есть не такая тонкая была потому что к ней очень хорошо найти всякие сочетания красивые не кричащие но при этом у него глубина цвета прям есть хороший такой насыщенный цвет здесь уже чуть фиолетовый да у переход это просто глубокий темно-синий это синий такой меланж не ланджи джинс куда не посмотришь и везде джинсы но тоже можно уже примерно найти какие-то аналоги значит уже естественностью пахнет они каким-то здесь может быть естественно аналогами тяжело но по крайней мере чуть сглаженный цвет не такой яркий и будет полегче полегче воспринимать само полотно поэтому синим можно найти синим нет особенных проблем дальше наступает еще одно испытание у нас с вами когда мы находимся в магазине или на сайте испытание называется вот это да секционно окрашенная пряжа из разряда очень хочется это испытание понятно потому что вообще-то ее же не просто так красит нам рассказывают что это специальные дизайнеры вот носочные пряжи которые например это не носочные но вот дизайнеры они продумывают цвета они не просто так располагает эти цветовые секции и нам кажется ну все проблема решена вот они и какие они все красивые и какие они прекрасные и как какие-то цвета в них которые нам нравятся это и пестренькая но у нас есть всегда обоснование для себя но это же не мы так смешали цвета ну это же так было почему прекрасно красиво ну и и всегда можно сказать только это вот полоски так или глистнуть как хорошо красивый нет вопрос вообще знаете то почему проблема во первых чаще всего нам нравится сам моток они то что из него получается например это моток но правда уже из производства сняли это рига от лана гатта потому что на шапка для моток и ночью россии из остатков то стоял остаются прям эти огрызочки красиво продумано уже все не надо париться и вот да все уже все пожалуйста кажется что такие контрастные красные синие синие в мотке вообще огонь прямо вообще теперь я вам покажу сейчас пример например вот этот вот ковер у меня сейчас лежит в ванной ну и острожа это окрашенный шнур градиент в этом шнуре серый желтый оранжевый коричневый еще какой-то ну пестром у меня тут был эксперимент я взяла этот градиентный шнур и сначала совмещала с однотонным потом взяла его же из-за середины кончика и по окружности и начинал вязать и смотрела где у меня соприкасаются все акции но очень такой был эксперимент я вот сегодня захожу в ванную и думаю вот я смотрю на него каждый день вот у меня же не болит голова у меня что мне не триггерит это все ли он просто потом я поняла что цвета которые в нем использованы не яркие на самом деле это не желтый это не вот этот желтый он немножко здесь примешан с кирпичным с коричневым со светло-коричневым у него получается чуть чуть больше горчичного оттенка скорее днем или даже такого травяного если крат есть ощущение что это такой осенний ковер что у него много вот как раз вот эти хоть оттенков до которые сегодня искала на земле потому что здесь нет красного здесь не красный здесь несколько оттенков коричневого рыжего светло-рыжего темно-рыжего ну серый понятно там темно-серый светло-серый здесь много цветов которым чуть примешана другой нитки и это немножко сглаживает всю эту все это полотно никаких усилий я не прилагал вот как было так шнур так я из него и вязала но совершенно было не страшно получить из него пеструю вещь потому что это пестрота она на самом деле сглажены если у нас нет под рукой такого шнура и такой пряжи которым эти цвета сглаженные то мы можем просто брать отдельные цвета немножко более спокойных оттенков и тогда не будет сильно вот этого яркого контраста или например если мы все-таки доверимся вот я как раз вам тут показывала цветочную геометрию и взяла секционно окрашенную пряжу сочетание с белым я взяла чтобы хорошо контраст был виден и чтобы показать что секционно окрашенную пряжу мозаики как раз красота красота ярко-белый то есть он сильно выводит наружу все оттенки секции секционно окрашены у меня там фиолетовый красный вот такая вот пряжа это вот похоже на ваш моток на ализабур кумбатик значит здесь фиолетовый коричневый рыжий красный может быть петроль это можно назвать ну я бы сказала что когда я как раз фотографировал этот фрагмент я бы не сказал что мне сильно нравится то есть я бы такой плед например не вязала потому что цвет сочетания конечно продуманные все такое наверное но для меня это чаще яркие оттенки все таки поэтому секции секциями рознь вот здесь ну во первых если мы увидели это в пасме наверное бы мы сказали что это зеленоватая пряжа да ну и спасибо производителю что здесь использованы разные разные для штук цветов не знаю чтобы их назвать разные разные оттенки зеленого и коричневого тоже вполне себе природное сочетание приятно но так бывает далеко не всегда поэтому секционно окрашенные пряжи я всегда призываю вас дышать ровнее я бы сказала то есть всегда думать о том во первых с каким компаньоном вы будете использовать если это касается жаккарда или там мозаики а если вы готовы вязать из нее целиком то отдавать себе отчет в том какие там полоски вы получите и что это что из этого может получить сможете ли вы потом действительно это как-то встроить ну конечно когда мы говорим про природные оттенки мы сразу наверное вспоминаем про дундугу почему потому что дундуга там и кауни нам производитель всеми говорят мы не только за вас подумали мы еще и сделали это все природно то есть мы не просто странные цвета намешали а мы смотрим на улицу прям как надо природные все эти красители использую и делаем для вас ровно то что вы хотите казалось бы да ну то есть вот это вот пасма ну природнее некуда действительно нет никаких вопросов ни к этим оттенком переходящим фиолетового там и темно-фиолетового ни к траве но действительно такая земля очень красиво то есть к нему были вот я как раз к нему подобрала ну опять что же естественно не некуда такой довольно грязный молочный ну наверное да да с деревяшечками вот и прекрасно для всего хоть для мозаики хоть для жаккарда хоть привет хоть подушку хоть что очень будет сдержанно очень красиво действительно переходит света будет красиво смотреться и голова не будет болеть вообще приятно будет это и давить и все и вязать не скучно при этом но неужели такой нам вам будет не так интересно вязать как я не знаю вот такой а что здесь тоже рыжий и серый сочетаются же сочетаются но только здесь больше естественности больше жизни больше природы а здесь больше веселости хотите с детьми вязать вот хотите сами вязать лучше вот да это дорого и сейчас возможно тяжело будет найти но даже у производителей наших отечественных там более-менее бюджетных сериях все равно можно найти оттенки которые будут приближены к натуральным то есть это вот верблюжий серые там не ярко белые там жемчужные то есть я опять же не призываю превращать себя и дом вокруг в какое-то такое да безликая а хроматически безликая да но просто среди ваших любимых цветов выбирать те оттенки которые будут чуть сдержаннее чем обычно чуть приглушенней как я говорю иногда у которых верхний слой будет чуть срезанный вот вот эта пряжа тоже дундыга вам может быть не очень видно она тоже секционно окрашенная здесь не такие резкие переходы цвета ну наверное можно сказать что это несколько оттенков бежевого несколько оттенков там чуть персикового чуть охры такой тоже осенний очень свет вот и мне вязать было скучновато потому что я и интересных переходов не увидела и цвета не таким уж прям то что это слишком сдержанно это слишком уж природно ну совсем сможете добавить он меня был с темным вот цветочный плед я из него вязала то есть в рисунке все было красиво все хорошо но если бы там было чуть больше переходов мне было бы поинтереснее тут уже просто надо смотреть а секционно окрашенная пряжа да красиво да приятно такую иметь смотреть и трогать но хотелось бы четко понимать как это будет увеличить полотне это насочная пряжа ничего к ней перемешивать не буду вот и будут какие-то такие нет это медундыга турецкая вот ну посмотрим что получится но пожалуй самый важный момент это белый цвет белый цвет с белым цветом тяжеловат обычно бывает у всех производителей белый есть белый молочный иногда значит с кавказской пряжей я мучилась потому что я не хотела прям белый вот у меня вот этот проект это такой снежный плед сплет из снежинок вяжется из центра вот эти снежинки постепенно по периметру у нас появляются я все-таки хотела чтобы цвет дополнял узор если это плед из снежинок значит все-таки в нем должен быть белый цвет для снежинок у меня был вопрос выбрать либо что-то в синеву либо все-таки уйти в более-менее серый цвет но в данном случае пряжа меня все решил потому что этот стальной цвет он чуть-чуть уходит в синему и поэтому все хорошо если бы я выбрала синий цвет боюсь что был бы хуже перебивал во первых он бы его немножко обесценивал потому что он сразу бы переводил немножко вот в сторону опять завета да вот как-то он забрал бы на себя много внимания здесь нет такого синего во первых точно бы не голубой да даже такой я бы не взяла голубой уж тем более не такой потому что ну он сразу уводит в другую плоскость совсем голубой вот с белым с любым это сразу на роддом и динамо и зенит да все а я хочу снежный плед я не хочу динамо зенит поэтому петроль был бы слишком ярким а вот серый вот с таким вот легким отливом как раз и настроение создает настроение важно как-то уловить и настроение есть при этом не оттягивает взор от рисунка не перетягивает его но хорошо если серым было понятно то непонятно было с белым а я не хотела белый я вообще ярко белый прям настоящий белый кибелил не очень люблю потому что они создают слишком сильный контраст потому что где такой белый такими не бывают облака как 100 лет Вот такой белый, он прям сразу контрастирует, он сразу берет на себя все Прямо видишь, что он белый Вот что, сливки не такие белые Нет у нас жизни такого белого Вот такой белый у нас есть Такой красноватый И даже такой белый у нас есть Хотя этот лучше Мы просто воспринимаем теплые темки Приятнее нам Это все-таки он Холодный такой Ну, потому что он естественнее Да, он естественнее, поэтому Пациент не умеет Лицо Ну вот Почистили мы так и молюксом Или не почистили Вот это разница Мне не хотелось вот такой белый сюда Потому что таких снежинок не бывает Ну Поэтому Молочный Там какие-то Там дальше уже у производителей разные бывают Такое с молоком Надо смотреть Самое страшное это жемчужный Потому что жемчужный может быть на самом деле розоватым таким Может серовым Собственно Вот у Крачаевской Он такой Когда он мне привез сейчас белый Я поняла в чем разница Он такой вот Вот Чуть Вот он не розовый конечно Белый Вот этот молочный Вот видите разницу Лимонный Здесь он розовый Вот Розовый Вот Розовый Прикладываешь к другому белому И понимаешь какой подтон у тебя Ну вот в магазине скорее мы видим вот такие белые Чтобы уж точно не прогадать что это белое Вот Ну и если повезет да какие-то молочные оттенки Просто Можно как эталон брать и от него отталкивать Да Но главное что вот Жемчужные Вот такие всякие Снежные Они могут отдавать Либо в голубой Либо в розовый Розовый хуже даже По мне Освещение конечно Голубочий Вот Поэтому Когда я выбираю белый Я все-таки Ну какие светлые оттенки Я иду в сторону Скорее Сероватых Молочных Чем Чистого Белого Пусть производитель называется там Светло-коричневый Беж Или светло-серый Он у меня будет исполнять роль как раз того светлого Который будет контрастировать Я учусь Я не умею Поэтому Смотрим Мы так вчера Пошли Если куда я взговариваю Хоть крестики убить Вот Поэтому Позиция у меня такая Сразу я отметаю неестественные цвета А из более-менее естественных и нужных мне Отбираю просто нужные оттенки В завершение хочу вам показать шар Который как раз проиллюстрирует Что цвета бывают очень разные Главное их оттенки Опять же Я выбирала этот шарф Это не пряжа я выбирала шарф Мне его связали Я выбирала его на сайте Он мне показался спокойным Хотя я вижу что в нем есть и зеленый цвет и синий и серый И там ярко-зеленый есть Вот здесь вот Но если приглядеться Во всех этих цветах есть нюансы Это не просто синий Это синий таким легким меланжевым эффектом Чуть приглушенный Это не просто зеленый Это темная трава Это не просто серый У меня есть белые вкрапления Белые еще там Черные немножко Самые яркие Здесь зеленые оттенки То есть вот это вообще прям Такой травяной Травяной Но здесь спасает Что есть просто переходы от бутылочного Такого изумрудного К этому травяному Смотрите хорошо Здесь даже есть красноватое что-то Это вообще странно для меня Вот розовая полоска Она такая пудровая Она так переходит В какие-то темные оттенки Она так рассеяна Растянута Что и хорошо То есть это все Создает впечатление Какой-то такой Немножко акварельности Вот так вот То есть цвета Вроде бы все есть Но как-то они так Чуть смазаны И получается хорошо Люди не переходят Переходят А это люди вязали Из отдельных нитей Или это такая пряжа Нет Из одной Из одной Из одной Какой-то твит Ну то есть бывают дизайнеры Все-таки Тоже гармоничные Не то чтобы Знаешь что Вот Таня Кункина Она рвет Она спокойно Перемешивает Я такие шарфы Она мне как раз говорила Что я Да-да-да Что я не могу Не могу сочетать цвета И мне очень нравится На фонду Это она лукавит Да лукавит Да Ну вот А так Можно просто брать Две одинаковые пасты Плутаги И вязать С двух разных сторон И И получится Очень хорошо И получится очень хорошо Вот эти неравномерные повозки И все Я к тому что не обязательно брать Для этого дундуга Необязательно То есть Можно взять Безопасные цвета Я это называю Безопасные Подобрать у них Вот эти безопасные оттенки И получить не хуже вещь Ну в смысле Потому что понятно Что дундуга там И дорого И тяжело И все такое И может быть Для интерьерных вещей Она не нужна Там До пленных можно И подушек нет Но главное Что просто при выборе К чему я призываю При выборе Когда вы стоите Около полки с магазином И когда вам нужен Какой-то желтый цвет И вам очень хочется Яркости И Вам Вы видите У себя Какой-то проект С вкраплением Желтого цвета Не берите Ячи Ну не надо Ну Это Наш любимый Оставьте ее тем Кто будет вязать игрушки Кому-нибудь как раз Не хватит этого мотать до ушей Или еще чего-нибудь Вот А у нас с вами есть Другие оттенки Ну Даже если Очень понравится Прям совсем желтый Но надо будет его чем-то смягчить Чуть-чуть Но вообще Лучше в горчицу Ну Не призываю До такой степени доходить Да Но горчица Бывает же разная Можно подобрать оттенки Да Как-то совсем по-другому Будет смотреться Там Если стоите перед красным Ну Не надо Это Конечно Ну Мы так не делаем Ну Это Очень красиво Но это сложно Ну правда То есть конечно Можно делать очень красивые вещи Но сложно Если мы не обладаем с вами Этим навыком То Потратим время Придется потом оправдываться Перед самим собой Ну Зачем Ну Платьишко Ну вот да Ну как Очень красиво Очень неонно Ну Немножко Это 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 Да Это Сейчас очень модно Вяжут Учебчики Всякие Как раз таких цветов Неоновых И девочки их носят Если вы хотите Такой Да Если вы четко осознаете Вот эту задачу Если вы покупаете Не потому что он красивый А потому что вы прям понимаете Что он действительно нужен таким Ну Кстати психотерапевты Я просто слышала Наоборот Говорят Что когда люди выбирают Вот как раз вот такой цвет Это говорит Что наоборот Проблемы Да Да Совершенно Спокойный цвет То есть это Обратная какая то Такая вот Да 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 Внешними Вот такими Вещами Компенсировать Свою тревожность Внутреннюю Ну в общем Как бы не было тревожным Ха-ха-ха-ха И бы хотелось Как бы не зверху Да Давайте тревожиться Какими-то более-менее Естественными цветами Которые вы Хотя бы можете найти Им аналог вокруг И даже фуксии Бывают фуксии И фуксии Конечно Бывают очень красивые И фуксии Бывают очень красивые А главное что фуксии Ну вот эти флоксы Например Да 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 Но Хотим ли мы Видеть у себя Каждый день Дома На диване На котором мы сидим Каждый вечер Большой объем Да Мы вот флоксы купили Они у нас постоянно Отцвелили Порадовались И все И больше нет Наверное там все-таки Нет такого неона В природе Какие бы ни были флоксы Да Такого там не будет Ну может какое-то Воспоминание Что вот у меня Вот как-то не подарили Я фиал Таким свела Но она же не таким свела Конечно Поэтому Вот это минутное Помутнение Вот этот цвет я вообще не могу Никак Он меня промотал Влюбиться Давайте его спрячем Да Уже будет не тревожно Как назвал Производитель Конечно Он мог его обозвать Мятный Ну это ж не мятный Это ж не мятный Это какой-нибудь джулеп Мятный Или фантазия номер пять Фантазия номер пять Вот Вот Возможно Если в туннеле А где-нибудь В тропических малях Позлить на рыбки На рыбок То возможно Как-нибудь рыбка будет Какого-нибудь такого Ну Да Передерога там Есть Конечно Да Или попугай Ну вот Вот попугай Я гораздо красивше В заключении два В заключении Я уже говорила В заключении два Хочу еще сказать как раз по поводу остатков Ну все прекрасно Мы вот все обсудили Какие цвета Не надо брать Ну как не надо брать Какие я не беру Но А что делать с этими остатками Которые дома у всех скапливаются Все равно Так Ведь они же скапливаются Ну когда-то же Что делать Все равно Как себя Я не Вот мы сидим Перед этим мешком Я так регулярно делаю Ну и что Несите в уютку Нет мысли какая Ну не выбрасывай уже Надо пустить в дело Надо что-то придумать Да Так вот я призываю Не тратить время На то чтобы Во-первых придумать Какое дело пустить Как там потом Это друг к другу сочетать Как себя уговорить Что ну ладно Это нормально Веселенько Как потом не мучить друзей И сказать им Ну у тебя же дети Им понравится Лучше это все собрать И написать Кате Катя Смотри какая Классная пряжа Может Она тебя ждет Надо Да Надо ли тебе Может быть сразу нести не надо Но спросите Может быть надо И это доброе дело А Катя Скажет А мы с нее свяжем Квадратики там Или еще что-нибудь И лучше это принести На полезное дело Чем Потратить время Сварганить что-то странное Чем быть недовольным И потом себя уговаривать Не быть недовольным Потом все уговорить Это Ничего Червячок то внутри говорит Не Живенько Живенько Есть конечно еще способ Взять тоненькую махеровую ниточку Спокойного цвета И Примотать Ко всем диким остаткам Да Это я Успокоюсь И что получится Она Сгладит Но это цвет А фактура то разная Если это нитка тонкая Даже бюджетный Хитмахер Турецкий Ернантовский Там тысяча Полторы В ста граммах Он просто Немножко Сглаживает Все неровности А он не стянет Ничего не стягивает Дает Просто приятное Мягкое Тонирование Мне кстати Юля вчера На флаконе Сказала Что укрепить можно Если бундук упустить На носочку Возьмите Махер добавьте Это махер Серьезно Очень Да Очень Получается Это Особенно Махер Бюджет Не надо Шволка Не надо Турецкий 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 Тонкий Махер Реально Он бюджетный Толщина была Полторы Тысячи Тысячи Метров То Что Пребязательно Толщина Как Катушечная Нитка Тонкая Полиамидная Нитка Толщины Не дает Во-первых Забивает Особенно Если не очень ровная В полотно Все-таки Пух Немножко Забивает Кривовки И Опять же Дает Немножко Более Сглаженный Эффект Особенно Если вы купили Какую-то пасму Дудаги У них есть Цвета Такие вот Два-три-четыре Сочетания Бывает пасма До десяти сочетаний И Иногда У них Что-то там Идет не так И вот Среди Всего Прекрасного Вдруг Вылезает Полоска Вот Этого Особенно Гришат Старые Рыжий Называется Желтый Причем Называется Желтый Желтый Вот Он прям И взгляд притягивает И при этом Не настолько И рисунок И рисунок не страдает Все хорошо Все Прекрасно Вот тот случай Когда хочется повеселее Пожалуйста Весело Обалдеть Но при этом Нет вот этого Кричащего Ощущения Детям отдавать Не хочется Дарить Не стыдно Прямо хорошо Да Можно же И здесь самим думать Ничего не надо Как она идет Так и идет Просто мы ее Молочным цветом Сгладили Прекрасно В едином полотне Я бы ее не использовала То есть просто Вы просто взяли И добавили К этому К этой пасме Или что-то Молочный И вот этот Многоцветный Просто из него Вязать Единым узором Я бы не стала Все-таки Мне хотелось К нему добавить Жаккардом Тоже что-нибудь Тоже со светом Потому что Он дает Именно вот это Оттенение Он смягчает Переходы Между цветами Потому что Есть довольно резкие Переходы Когда в рамках Желтого Это еще ничего А когда вот От рыжего Переходит сразу В бордовый Довольно Резко А с молочным Хорошо Поэтому Надеюсь После нашего Сегодняшнего Разговора Всяких Ярких Желтых Оттенков На полках Будет больше А Чуть Более Сглажен Меньше Более осознанного Да И смотрите действительно На природу Но Понимаете Что Раздавайте себе отчет Что Те цвета Которые в палитрах Пряжи Они отличаются от цветов Которые мы видим В красках Например Для покраски стен Там Палитра богатая Там действительно Можно найти И такой оттенок Красный И другой Желтый Желтый Грязно-желтый Грязно-зеленый Какой хочешь В пряже К сожалению Сложнее Но даже и в ней Можно просто Фокусироваться Возможно На более спокойных Оттенках И тогда Сочетание получится Более Приближенными К реальность Вот К чему я вас это и зову Вот Если у вас есть какие-то вопросы Задавайте А так Я вам очень благодарю Потому что Получился Прямо разоговор А может я покажу Соби Соби Конечно Конечно А вот Как раз Солнционно окрашенный Прямо Да Давайте Давайте Покажите Давайте Покажите Это Раппорт Да А вот Высоту Да Да Это Ну Такие Мы пробуем Объемные узоры Мозаичные Которые дают Такой 3D эффект Это Барджелло В частности То есть это не техника Барджелло А мотив Барджелло Барджелло Это вообще флоренсийская вышивка Которая предполагает Игру С переходами цвета И создания объема Барджелло Да Группа А здесь мы Пробуем это все в мозаике Вот как раз Хороший пример Да Использование секционно окрашенной пряжи И компаньона Когда мы Даем волю Ну и собственно Доверяем производителю Как он расположил цвета Так пусть они идут Мы просто оттеняем их Красивые цвета Но они приглушенные То есть нет такого Ни одного Глаза нету Ну кроме возможно Красного 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 Темно-розового А это что будет покрывало Или подорожка Покрывало Оно еще вязаться будет Да Вязать 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 А как оно Вперед Давайте технически Характерически скажем Значит это пряжа Ализабурку Да Колосик И батик Ну вот в батике Здесь Нет Здесь яркие довольно цвета Все-таки Оборот 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 Там видно что они ярче А здесь хорошо Какое Не тяжелое Какой это крючок Пять с половиной А да Прям не тяжелое Это Где-то 800 грамм Угу 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 Классно Классно Есть вопрос именно Поиска контраста Ну да Просто в погоне За контрастом Мы часто Забываем про то Что Еще и Верить себя Надо А почему два разных Один буркум А второй Который Вы сказали Почему взяли Ну два разных А не одной Один буркум А там просто Это Линия Ализе Буркум Просто у них есть Классик Это Однотольная А это Батик Классик Пулинг Кстати Конечно В смысле Цвет Тоже Решает проблему То есть В пулинге Часто мы видим пряжу В матке Странно смотрится А в полотне Как-то это все складывалось В геометрический рисунок Получается хорошо Но то что мы пробовали На занятии Она все-таки по мне ярковата А вот например Таня Давайте покажем ваш пулинг У меня засада с пулингом Четыре Комоток Вообще Другие секции Сначала идут нормально Тот же порядок А потом встречается Вообще Без узла Просто сам И я даже не знаю А если с другой стороны Нет Тут опять вам скажут А мы вам ничего не отвечаем Сначала шло как надо А в какой-то момент Поменялись цветами Станя А какая пряжа Шахинмай Шахинмай Ну три матка я извязала Нормально А вот четвертые А вы не посмотрели по партиям Та же партия Та же партия Да И не узнание вообще И не соединение Просто другой порядок Вот опять же Так бывает Да к сожалению Опять же По отдельности Эти цвета По мне Может быть Слишком были бы яркие То есть я бы по отдельности Такие не взяла Потому что я не дизайнер И не смогла бы убедить Что они так хорошо друг друга глягут То есть если у вас есть Эта насмотренность То вы можете действительно прийти И набрать эти цвета И сложить из них потом рисунок И подумать Да А я вот нет Поэтому конечно Здесь вот у нас Розовый Фиолетовый Такой ярко травяной Персиковый Ну то есть вот этот Персиковый который я вам тут хаяла Ну то есть в общем я Я бы точно По отдельности Это не взяла Поэтому конечно Пряжа в которой Все это уложено В нужном порядке Продумано И которая позволяет Конструировать Такие геометрические узоры Да Я здесь каковое Полагалось бы на мнение профессионала Что да Красиво получается Нет вопросов А это носочка? Нет А у них пулинг так и называется Пулинг так и называется Носочка так и не вяжет Ну что точно и нужно сказать Свои фи У них пулинг ты еще Правильно У нас это ай-яй-яй Можно сказать им фи Если у них написано пулинг У них написано Написано Плейник пулинг Прямо название Тогда точно Фи Мы всем писали Наверное Плейник Все приятно Можно написать Но сейчас Они конечно не пришлют В былые времена Они мне кажется даже прислали Мне кто-то говорил Что даже присылали Что-то не так Сейчас Вряд ли Но Приезжайте Забирайте Да Очень хорошо Или вот например Снежинку тоже я вижу Но тоже вполне новогоднее Вообще Струтоотворность такая У вас Тоже вполне себе Новогоднее настроение То есть не вполне себе Абсолютно точно Это карачаевская Ну вот это Вот это вот Бордовая Вот Вот Дешевая Изабелла Да 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 То есть он не красный же Да Не я же красный Натуральный Ну Вот понимаешь Вот этот Бордовик был бы он Я даже не знаю Каким Чуть-чуть его бы изменил Я не знаю В какую-то другую сторону Немножко повернул И было бы по-другому Но и все равно Очень симпатично Очень хорошо То есть хорошо, что здесь не ярко-красный Вот Хорошо, что здесь не так Вот Совсем другое настроение сразу Вот Здесь уже клубака не хватает Здесь очень стежно А здесь очень стежно Счастливый Новый год, да? Да Прямо Просто Один для детей Это будет Ну вы ныне Кажется часто Что только для детей И можно Молодцы Или на Хэллоуин Ну да Что как-то такое Классно Ну О Я пошла в коробчонки Я еще не слышала Опять же К вопросу о синем Да Но был бы здесь голубой Было бы уже Не так прекрасно Очень красиво Вот это очень красиво А он здесь сикий И он так прекрасно И это же не белый Вам не видно Но это серый Это серый Ну вот поэтому И совсем другое ощущение Вот Тут еще другая сторона есть Она такая же А Она такая же Да Ну вот По кругу За счет того, что серый Нет такой контрастности Да То есть Он есть контраст Но как-то он Какой-то Интеллигентный Ну Резкая контрастность Это на флагах Синий-белый Это греческий флаг Вот он там Кипельно-белый Ну прям изящный И глаз падает То есть Если такая подушка Будет лежать на диване Конечно Она будет привлекать внимание Но не настолько Чтобы ушла Думать Что мы здесь делаем Да Уберите Красиво Но невозможно Да Это к слову Шапочка Да Вот Поэтому Выбирая В магазине Фряжу Например Таких двух цветов Нам хочется Что-то синеватое Ну Можно было бы Я бы еще Потемнее взяла Баба Может быть Но не вот это Не вот это Ну И не вот это Ну Как-то Петроль Может быть Ну Брала бы Сиреневый Красиво Ну Это лежит Так это вообще Уберите Вот Замыли Ну А вот Такой бы взяла бы С серым Красиво Вот Поэтому Желаю вам искренне Приятных глазу Цветов А не только Сердцу Упс Спасибо вам большое Так Все Спасибо Спасибо Ура 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 Катя Я ваш телефон Можно сразу подать Запишу А то потом забудем Нужно Только я То здесь практически Вот Здесь практически Ура